Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои прекрасные зрители! Сегодня я буду рассказывать опять об одном из чудесных маленьких садов. Итак, недалеко от Бернингема, в центральной части Англии, в графстве Йоркшир расположился дивный красотый сад Эдвины Фран. Это чудесный сад, который отличается обилием цветов и творческих идей. Но настоящий райский дворик на участке. В Великобритании, где садовое искусство в большом почете, каждый год проводится конкурс на лучший сад. Конкурс называется «Национальное соревнование садов», которое устраивает Дэйли Мэл. Фотограф по специальности и садовый дизайнер по призванию Эдвина создала на крошечном участке своего дворика потрясающий по красоте сад. И более того, ей удалось визуально не перегрузить его обилием цветов, а как бы даже расширить пространство, отчего дворик теперь кажется гораздо больше, чем он есть на самом деле. Ну а пара черных котов, которые встречаются почти на каждом снимке, это законные хозяева садика, домашние любимые питомцы и талисманы этого райского уголка. Ежегодно в конкурсе принимают участие более двух тысяч садов. И хотя первый приз за самый красивый сад получил сад Эдвины еще в 2007 году, благодаря ее увлеченности фотографии, продуманному дизайну и постоянному публикации в многочисленных блогах, а также благодаря очаровательным черным котам, ее сад до сих пор сохраняет бешеную популярность в различных садовых сообществах. Ну а теперь давайте профессионально разберем, почему же сад не кажется перегруженным, несмотря на то, что там много очень цветов, и за счет чего Эдвине удалось достичь гармонии в своем саду. Я думаю, вам это будет интересно, очень интересно. Ну и так, вот несколько правил для маленького сада. Первое. Кстати, обратите внимание, когда будете просматривать на ярусную посадку растений, начиная от лобелии, высаженного края газона, до лиан, украшающих забор. Один из главных приемов, используемых Эдвиной в своем саду, создание большой лужайки в центре сада. Она формирует пространство сада, а ее зеленый цвет уравновешивает яркий цвет цветущих летников и многолетников. Второе. Высаженные декоративно-лиственные растения, такие как хосты и вьющиеся лианы, в большинстве времени свои не цветущие, как и белоснежные статуи, разбавляют яркие краски сада летом. И очень важны ранней весной и поздней осенью, когда в саду мало ярких красок. Кстати, белые мраморные гипсовые статуи не только украшают, но и визуально объединяют пространство сада, что очень важно. Еще одна их роль служит фокусной точкой для каждого фрагмента сада, как бы создавая его законченный образ и подчеркивает красоту соседних растений. Не надо забывать и о важной роли фокусной точки в конце перспективы, невольно притягивающей к себе ваш взгляд. Ею стала красивая башенка в конце сада с флагом. И, кстати, благодаря использованию не только многолетников, но и летников, Эдвина каждый год меняет образ сада, используя летники как краски и свободно рисуя ими в саду. Ну вот, кажется, и все основные приемы, которые использует Эдвина в своем саду, о которых я рассказала, для создания гармонии. Приятного просмотра, мои дорогие друзья! А я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Замечательной осени, мои дорогие друзья! Не болейте! Хорошего настроения! До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова